Сейчас еще в продолжении украинской темы. События на Юго-Востоке обсудили в Пекине министры иностранных дел России, Индии и Китая. Сергей Лавров отметил, что позиции стран по ситуации в мире близки и совпадают. Это касается и недопустимости эскалации насилия в Донбассе. Продолжит Марина Чайка. В итоговом коммунике пекинской встречи особое место уделено украинскому кризису. Резкое обострение обстановки, новые жертвы и усугубившиеся гуманитарные проблемы. Как заявили главы внешнеполитических ведомств, сейчас главная задача не допустить дальнейшей эскалации напряженности. И средство одно – возобновление прямых переговоров. Как отметил Сергей Лавров, близость позиций Москвы, Пекина и Дели налицо. Мы выразили признательность нашим индийским и китайским партнерам за понимание позиции России в связи с необходимостью урегулирования внутреннего кризиса на Украине. В итоговом коммунике подчеркивается необходимость скорейшего возобновления мирных переговоров украинских сторон. На пресс-конференции по результатам трехсторонних встреч журналисты поинтересовались у Лаврова, как он оценивает новые заявления Барака Обамы. В интервью каналу CNN американский президент заявил, США выступали посредниками, как он выразился, при переходе власти во время киевского переворота. Если кому-то и требовалось подтверждение, то оно прозвучало, что Соединенные Штаты напрямую были вовлечены с самого начала в антиправительственный переворот, антигосударственный переворот, который президент Обама нейтрально назвал переходом власти. Риторика, которая в этом интервью прозвучала, говорит о намерении Вашингтона и дальше делать все, чтобы безоговорочно поддерживать действия нынешней киевской власти, которая, судя по всему, взяла курс на исключительно силовое подавление конфликта. В том же интервью Обама заявил, что не откажется от попыток политического давления на Москву. И все это на фоне возобновившихся в Вашингтоне разговоров о поставках для украинской армии так называемого летального вооружения. Несколько часов назад в интернете появился независимый доклад бывших американских госслужащих для Белого дома. В нем предлагается поставлять на Украину бронетехнику, ракетные противотанковые комплексы, снайперские винтовки, а также беспилотники и средства радиоэлектронной разведки. Общей стоимостью 3 миллиарда долларов. Полный список занимает 17 страниц. Как выяснили журналисты газеты New York Times, идея поставок летальных вооружений уже заинтересовала командующего силами США и НАТО в Европе. А госсекретарь Керри и советник Обамы по безопасности Сьюзен Райс готовы этот план обсудить. Во всем мире, в любом конфликте, наши западные партнеры призывают к диалогу между властями и оппозицией. А вот Украина почему-то является исключением и в отношении Украины западные коллеги не говорят ничего о диалоге, говорят только о том, что надо всячески поддерживать действия Киева. В поисках решения кризиса Россия, Индия и Китай договорились усилить координацию своих представителей в Организации Объединенных Наций. В частности, Индия претендует на место в совбезе ООН. И, как отметила госпожа Сварж, Россия и Китай поддерживают это стремление. Министр иностранных дел КНР Ван И в свою очередь подчеркнул, что страны РИК, а это 40% всего населения Земли, выступают за полицентричную политическую систему мироустройства. Международному сообществу следует стремиться к созданию нового типа отношений в интересах формирования полицентричного мира. Следует отстаивать цели и принципы устава ООН, уважать право на выбор и пути развития народов всех стран. Как отметил Сергей Лавров, в наступившем году, 70-летие победы в Великой Отечественной войне, такой же юбилей будет отмечать и Организация Объединенных Наций. Одной из ключевых целей создания этого важнейшего института международной политики было уберечь мировое сообщество от повторения страшных исторических ошибок. Принципиально важно в этот юбилейный год не забывать об уроках истории, об уроках тех трагических событий, решительно бороться с претензиями на исключительность, с попытками героизации нацизма, расовой дискриминации, нетерпимости, ксенофобии, экстремизма. Россия, Индия и Китай договорились провести мероприятие в честь 70-летия победы над фашизмом. Сами же министры еще встретятся в этом году в формате РИК, но на этот раз встреча пройдет в России. Марина Чайко, Владимир Ржевский, Первый канал, Пекин.